Купальный сезон жители Тверской области из-за прохладной погоды пока еще не открыли. Пожалуй, лишь самые смелые успели покорить водоемы. Но таких единицы. Однако в ближайшие дни синоптики все-таки обещают жару до плюс 30 и горожане от мала до велика потянутся к воде. Но соответствуют ли излюбленные места купания тверичан санитарным нормам? И можно ли там купаться детям? И какие подводные сюрпризы таит в себе речная вода, выяснил наш корреспондент. Прошло почти три недели лета. Отверские водоемы все еще в режиме ожидания массового нашествия купальщиков. Пока температура воздуха держится в среднем на отметке плюс 20-22 градуса. Волга прогревается примерно до 15. Для водных процедур, конечно, холодно. Но не для всех эти показатели препятствия на пути к летним забавам. Пляж у реки Волги не пустует даже сейчас. Одни загорают, а другие уже вовсю наслаждаются непрогретой водичкой. Ну, они окунулись, вышли полотенцем вытерли, садили теплую одежду, ну, сухую одежду, нормально. А вам не холодно? Холодно. С какой больше целью? Закаляться или как? Да, просто время провести. Выходные. А не болеют после? Нет. Только это скорее исключение из правил. Все ждут солнца и зноя. Каждый год стоит только установиться жаре, как на берегу и в акватории Волги буквально негде яблоку упасть. Несмотря на то, что качество воды здесь оставляет желать лучшего. Согласно данным исследований проб воды, взятых в реке Волги, у пляжа на набережной Афанасии Никитина, специалисты Роспотребнадзора сделали вывод, что вода в данном месте по своим микробиологическим показателям не соответствует санитарным требованиям. Также и в реке Тьмаки, что в районе поселка Первомайский и Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста. Зато вода в Константиновских карьерах, как ни странно, соответствует нормам. Эти исследования проводились еще в мае. Жара может усугубить ситуацию. Тем более, к середине рабочей недели синоптики прогнозируют, что столбики термометров приблизятся к отметке плюс 30. Мы поинтересовались у жителей Твери, где они предпочитают купаться. Только ли в Волге и на карьерах? В Твери нет, вода не очень чистая. А где предпочитаете? Где-нибудь за городом, например, река Медведица. На Байковом озере, она за городом находится. Как вот Волга, карьеры? Они грязные, поэтому нет. Предпочитаем на карьерах много народу, много интересных людей. Там есть лес красивый. Мы пойдем в Первомайскую рощу. Будем купаться там, потому что нам там близко, недалеко. И еще нам очень нравится купаться в центре за обелиском. Было, что нахлебались воды, и потом уже воду у всех болели. Это каждый год. Врачи говорят, что это похоже на кишечную инфекцию. Ведь даже капля воды из реки или стоячего водоема, попав в рот, может привести юного плавуна на инфекционную койку. Дети чаще взрослых подвержены подобным заболеваниям, которые таит в себе речная вода, особенно ротовирусом. Это острые инфекционные заболевания, когда начинается рвота, боли в животе, может быть диарейный синдром сильный, но маленьких деток обезвоживание. Но так же, как ротовирус, там, естественно, оказываются и бактерии кишечной группы. То есть проявляться это будет, в принципе, точно так же. Первые проявления появляются в течение суток. Как правило, это высокая температура. Дальше присоединяется все остальное. Сразу же следует немедленно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать обезвоживания. Впереди долгое лечение. Амбулаторно или в стационаре все зависит от тяжести. При любом раскладе перспектива не радужная, а потому, выбирая место для семейного отдыха, нужно в первую очередь подумать о безопасности чада. Чтобы отпуск запомнился яркими событиями, а не блеклыми стенами инфекционной больницы.